А вот и наш сегодняшний пациент Топовая 12-я ратуша Именно она станет героиней сегодняшнего выпуска И сделает свои первые шаги к топу на текущий момент Абсолютно фуловая 12-я На фулл заборе, на фулл героичах, ребят 65-я квина, 65-й... Кстати, 65-й олень, дед олень Ну и конечно же Варден Варден не герой Хранитель 40-го уровня Буквально недавно, буквально вот вчера Это было топом Clash of Clans И ты смотрел на этот профиль И все светилось красивыми золотыми рамочками Но сегодня ветер переменился и вышла 13-ка И вы видите, что многие юниты стали уже не топовыми В частности и герои И кстати, я мальца на самом деле слукавил Потому что после выхода обновления добавился новый юнит Это Йети И как раз таки Йети можно открыть, будучи 12-м танхолом Не обязательно вкачивать для этого юнита 13-й ТХ Прокачать казарму до 14-го уровня Можно уже будучи 12-кой Вот, посмотрите, 12-й танхол И стоит у нас одна из казарм на Апи И буквально через недельку откроется в этой казарме Йети Ля какой, ля какая мордочка Так, ладно, хватит рассусоливать, ребят И начинаем двигать телом На этом аккаунте очень много магических предметов Книги, молоты, руны в больших количествах Еще в золотом пропуске есть дополнительные награды Поэтому как это все грамотно и четко использовать У меня просто голова кипит Просто разрывается на мелкие кусочки Сейчас будем эти кусочки пытаться соединить В то время как будем прокачивать 13-й уровень ратуши Ну и предлагаю начать красиво и мощно с молота строительства И вкачать уже наконец-то 13-ю ратуши Ух, 12-ка на 5 звездах Секунду назад, а сейчас 13-й танхол за молот Постройка завершена Ой-вей, здорово, 13-ка Если честно, ребят, напоминает мне эта штука Немного вот какую-то такую, знаете, монгольскую шапку Что-то общее вот с монгольской шапкой ратуши имеет В принципе дизайн норм Ёб твою мать, красотища какая Дизайн мне в принципе нравится Не знаю как вам Не такое, конечно, разительное изменение Как переходя, например, с восьмерки на девятку Либо с девятки на десятку Одиннадцатку, италия двенадцатку Все-таки цветовая схема плюс-минус сохраняется Вот эти вот синие цвета Мои любимые синие цвета Но тем не менее дизайн выглядит отлично Тут одобрение Такс, решил, короче, немного все систематизировать Расставил здание Чтобы было понятнее, что можно прокачать, а что нельзя Вот сейчас слева устроились здания Которые не получили новых левелов При переходе на тринадцатый уровень ратуши То есть военный лагерь Он, конечно, хоть после обновления и стал меньше Но новый левел этой штуки не завезли Кстати, посмотрите Какой пикич там прикольный фиолетовый Ходит-бродит Пикич изменился Пикич немного пофиолетовил, что ли Ну да ладно В принципе, не знаю, почему и с чем связан этот выбор Но вот такой вот фиолетовый пека Может быть, четырнадцатый танхол будет фиолетовый? Думаю, вряд ли Скорее всего, это просто связано с обычным эликсиром Далее, фабрика заклинаний Также не получила нового уровня Фабрика темных заклинаний Темная казарма Ну и кстати, что очень обидно, это сборщики Сборщики не получили новых левелов Так что заброшек Двенадцатых, тринадцатых танхолов Неважно Теоретически будут фармиться все те же ресурсы То есть в масштабах тринадцатого танхола Фарм станет мальца похуже Ну и после того, как мы прошлись, естественно, по мирным зданиям Здание дефа Тут левелов новых появилось много у чего В первую очередь, это самое мощное здание дефа Дефа вообще в игре на данный момент Это орлиная артиллерия получила новый уровень Стоит безумно дорого Даже по скидке с золотым пропуском Но, блин, тринадцатый танхол Чего тут хотеть? Собственно, пушка обзавелась новым левелом Заодно сразу и посмотрим, как эти левела выглядят Башни колдуна Заметьте, кстати, что все улучшается по одному разу Хоть и дорого, хоть и строится очень долго Каждая эта постройка Но все-таки всего по одному новому уровню Накинули этим зданием дефа Возможно, постепенно, конечно, будут что-то добавлять Но пока что все выглядит именно так Кстати, здание достаточно красивого дизайна Как по мне Потайная Тесла выглядит вот так вот Очень интересно, любопытно Адская башня Ну, тут уже такое на любителя Короче, вот эти вот здания дефа Обзавелись новыми левелами По ловушкам есть также небольшие изменения Кое-что можно прокачать Но ловушки вещь такая Не особо интересная И, как правило, эти ловушки качаются Либо когда ресурсы лень фармить Потому что они обычно самые дешевые в плане улучшения Либо просто в последний момент После того, как уже все апнуто Ну и раз уж мы затронули тему зданий Также обзавелись еще и хранилища новыми левелами Так что, если вздумаете использовать руны Там, руну золота, руна элика, дарка Имейте в виду, что эти здания обзавелись также новыми левелами То есть, руны будет выгоднее использовать Если вы эти штуки сначала прокачаете Например, та же самая вот хранилка черного эликсира Добавляется целых 60к сверху То есть, ну, выгода прям на лице, как говорится Ну и, конечно же, эликсира хранилища Золото хранилища Это все также можно улучшить Ну а теперь вкусняшки Начинаем улучшать здания Ну и классический переход Начинаем мы прокачку с лаборатории Естественно, она получила новый уровень Качается теперь до 11-го левела Ставим эту штуку на улучшение Кстати, улучшение не самое дорогое И улучшается не самое большое количество дней Но ждать мы точно не будем Книга строительства, к сожалению, отсутствует Зато есть книга всего Которая, в принципе, исполняет те же самые функции Что и обычные книги Завершаем улучшение лабы Зацените дизайн Ледяная, красивая Выглядит четенько Во всяком случае, эта штука мне нравится больше Чем этот вот делдос на 12-м танходе в лаборатории Который торчит Ну ладно, не суть Что нас интересует в лабе, конечно же Прокачка юнитов И что я тут больше всего хочу прокачать Это, конечно же, хог Просто имбища Я когда смотрел на атаки 13-й ратуши хогами На стриме с канала Clash of Clans Когда они презентовали обновление Просто самый легкий, наверное, вариант Хоги 10-го левела С этими электрическими Просто молотками Они наваливают нереально То есть атаки максимально простые Так что качнем, естественно, хога И также качнем электродракона Он также обзавелся новым уровнем Кстати, будет интересно попробовать Четвертого дракона в атаках На девятом танхоле Я просто обожаю миг с электриком на девятке Ну а тут на 13-й Это будет отличная машинка Для фарма, как мне кажется Ну и так как Дарк пойдет на улучшение героев еще За молот мы улучшим именно хога А вот за книгу мы улучшим электродракона Так что тратим безумные просто ресурсы Смотрим на этот гигантский таймер И завершаем за книгу сражений Улучшение электродракона Кстати, заметили? Не знаю, как с хогом Вот с электриком так было Время тренировки там был заполнен Не полностью столбец То есть вроде бы юнит уже и топовый Но при этом столбик не заполнен до конца То есть какой-то маленький баг Отмотайте назад, посмотрите Вот реально время тренировки там Почему-то до конца не заполнено Хотя казалось бы юнит все уже максимального уровня Ну и ладно Хог 224 тысячи со скидкой Дарка Боже мой, капец это фармить Много-много часов подряд Надо, чтобы такую сумму Дарка нафармить Но во всяком случае есть волшебные молоты Так что скидыш, скипап И теперь два топовых юнита А тринадцатки есть в профиле Кстати, на самом деле лвлов юнитов Новых не так уж и много То есть качнули электрика, качнули хога Осталось по большому счету что? Бомбер, шар, целительница, дракон Шахтер, вышибала По баночкам даже еще и меньше То есть хил, новый уровень Джамп, новый уровень Кстати, я не знаю Джамп третьего левела Лежит просто в полнейшую вечность А так он еще и будет четвертого левела Это больше чем вечность будет лежать Он на поле боя Зачем ему новый уровень? Я просто хз Ну и скелетный спелл То есть по большому счету Вот сейчас закончится лвк Еще парочку медалек На этот аккаунт прилетит И можно будет буквально за пару недель Потому что молоты перезаряжаются ровно одну неделю Качнуть чуть ли не всю лабораторию От 13 танхола То есть да, конечно, согласен Без молотов это качается безумно долго Но с молотами просто раз-два И все, и юниты новые закончились То есть самое веселье это будет, наверное С новым героем И просто оставшимся новыми лвлами для героев Итак, улучшили мы лаборатории двух юнитов Возможно прокачаем еще что-нибудь Но вернемся мы к этому уже чутка попозже Не обойдем стороной Также и новый уровень крепости клана Эта штука качается уже до 9 лвла Будет вмещать 45 мест То есть можно будет закинуть, например, трех ледяных големов Но, блин, не знаю по какой причине Обновление вышло до окончания ЛВК То есть ЛВК еще официально не закончился во всех кланах И награды за ЛВК не поступили на баланс игроков Поэтому надо будет немножечко подождать Денек, ЛВК закончится И можно будет качнуть эту штуку за молот Пока что тратить золото впустую не особо хочется Все-таки улучшение очень долго И 14 дней улучшается крепость клана А этот бонус хочется получить именно мгновенно Предлагаю заняться героями И наконец-таки выставить нового героя Как и все герои на первом левеле Выставляется эта героиня-девчонка мгновенно Время на строительство ей не нужно Вот такая вот девчоночка-смугляночка первого левела К сожалению, на первом левеле способность Не завезли, все классически Открывается способность на пятом уровне И там уже со счетом Капитана Америки Герой начнет творить красоту Пока что без красоты только вот Синяя коса Но на пятом уровне появится также еще и боевая эффективность Потому что со счета Капитана Америки Можно целых 4 здания дефа в один присест угандонить Так что давайте поставим ее на ап до второго левела Пусть потихонечку качается Первое улучшение проходит крайне быстро Так что прогонится до пятого левела Она чуть ли не моментально Но мы пока что будем вливаться в старую Добрую, классную и невероятно эффективную королеву лучниц На балансе имеется молот героев Так что отправляем сначала квину За молот до 66 уровня Да, давай качайся, 66 квина Появляется на базе Но затем уже отправим ее просто потихонечку Прокачиваться за это время Оу май, что это такое? Блин, книга героя То есть я получается мальца простофилился И парочку тысяч дарка В пустую слил Надо было сначала естественно прокачаться Именно за книгу героя А потом уже использовать молот Так было бы чуть-чуть больше дарка у меня сейчас на балансе Ну да ладно, 67 квина Хе, привет Рады так сказать видеть обновленную и снова в строю Освободил место возле ратуши Естественно для новых зданий дефа Уж очень хочется выставить эти штуки И поскорее обзавестись имбовыми швырятелями? Да, локализаторы решили назвать эту штуку именно так Швырятель У блин, сильно Помним, что в английской версии эта штука называется Скаттершот Но там сложно на русский перевести Потому что игра слов И на русском языке дословно это очень коряво звучит Ну вот, швырятель Это уже по-нашему по-русски Звучит мощно Звучит просто Оллрайт Ну и вторая штука такая доступна То есть парное здание дефа Не в одном экземпляре такую штуку можно поставить А целые две Ну и естественно место я конечно освободил Чтобы это все красивенько выглядело Но абсолютно никакой боевой эффективности эти штуки в течение 12 дней давать не будут Потому что они улучшаются Так что возвращаем башни лучниц на место А швырятели так называемые пусть пока что улучшаются Хочу вернуться сейчас к прокачке лаборатории Но сначала поскребем немного по сусекам Есть ресурсы в крепости клана Но есть конечно же ресурсы в сборщиках Давайте их соберем Зальем себе немного резов И вот снова на балансе 13 лямов элика появилось Есть парочка очень перспективных улучшений В частности это конечно же прокачка шахтеров Кто любит ими фармить Ну и также прокачка шаров Кто любит опять таки ими фармить А может быть даже и атаковать Потому что шары 9 левела это очередная имба Которая вот мне в душу сильно запала Опять таки на том самом турнире В воскресенье он проходил на канале Clash of Clans Ребята шарами вот этими вот 9 левела Кстати дизайн очень прикольный Ну ладно во всяком случае хочу эту штуку на поставить А вот поможет завершить улучшение Я надеюсь золотой пропуск Кстати книга героев Тут есть опять таки руны Но нам нужна именно книга сражений Книга сражений, книга сражений И да вот они тут на месте И книга сражений, и книга заклинаний Так что можно еще и банку прокачать теоретически Если только ресурсы будут Завершаем улучшение шара И шар 9 левела Очередной топовый юнит От 13 танхола в нашем распоряжении По баночкам кстати что тут можно прокачать Только получается хил Либо ну джамп Блин я не знаю Ребят вот 60 секунд Лежит третий джамп на поле боя Неужели кому-то надо 80 секунд чтобы он лежал Ну прям даже не знаю Короче тут еще можно будет подумать Там какие-то ресурсы собрать Может быть руны заюзать и прокачать что-то еще Я говорю ребят вот Действительно кто на 12 танхоле засиделся Собрал уже полное количество магических предметов Чуть ли не в первый день прокачки Всю лабораторию можно до фула догнать По героям в принципе схожая ситуация То есть может быть 2 молота героя Может быть 2 книги героя То есть бам-бам-бам И прокачаться можно реально жестко А вот кстати новые свинтусы Как я и говорил с этими вот электрическими Мощными синюшными молотками Хотя хрен их знает Они же не Торы и не Зевсы Что это было Визард стоял на морде у Хога Короче о чем это я говорил Вот новые Хоги Топовые Хоги от 13 танхола С этими морозными либо электрическими Как хотите во всяком случае Синие светящиеся молотки Выглядит очень стильно Модно клево Ну и поверьте в бою Они показывают себя крайне жестко Ну и вернемся наверное все таки К прокачке лаборатории Я тут понял что можно еще немного Поскрести по сусекам И эффективно использовать руну элика Почему эффективно? Ну по крайней мере мне кажется Что будет эффективно Сейчас соберем немного элика Чтобы у нас было 5 лямов И эти 5 лямов можно будет потратить Вот они действительно 5 лямов И ребята неимоверное улучшение Пожалуй самое важное улучшение На 13 танхоле Заборинка Да ребят заборинка 14 левела Единственное и неповторимое В этом переходе заборинка 14 левела Кстати забор мне новый нравится Единственное что такое ощущение Что он не топовый в Clash of Clans А просто такой очередной забор красивенький То есть он не выглядит мощнее Чем вот забор 13 левела То есть такой вот Но тем не менее дизайн в принципе норм Ну и зачем я это делал? Для того чтобы использовать эффективно Руну залить большую часть хранилищ Блин Все еще ребят Сколько времени прошло Я все еще волшебные предметы Ищу в крепости клана Раньше кто помнит Они были именно здесь Потом их перенесли почему-то в танхол Хотя не почему-то Это в принципе логично Но у меня привычка эта старая осталась Я постоянно ищу волшебные предметы Крепость игла на черт побери разработчики Так ладно Плюс 14 лямов элика Ну и погнали мы на прокачку банки Я думаю качать эффективно будет именно хил Хил используется частенько По крайней мере чаще чем скелетные заклинания Ну и как я уже сказал Прокачка джампа до 4 левела 80 секунд вместо 60 А на кой хер нужно эти 80 секунд Вот какой юнит слоу почный Будет 80 секунд ждать Чтобы перейти уже через джамп этот Я не знаю Короче качаем хил За книгу заклинаний И очередной топовый юнит банка В профиле светится Осталось совсем ничего Из банок джамп скелетное Что в принципе не особо важно Качнется это Пускай там даже через полгода Разницы не почувствуешь Ну и по юнитам Буквально парочка юнитов Прокачать и все И топовый профиль Офигеть Только перешли на 13 Уже практически все фуловое То есть самое жопое Это по героям То есть 20 левелов поднять Новому герою Блин это сильное конечно заявление Короче ребят Пока сидел думал Что прокачай Что на ап поставить Решил заглянуть К старому нашему знакомому Проверить как у него дела И ребят Не поверите Первый день обновления Тот самый никнейм Тот самый тег Глава клана Фуловый 13 Танхол Обновление вышло Буквально вот Только что Вот прям Только что Уже Фул 13 Танхол На фул героях Новый герой 20 левела Вся лаборатория Все топовое Как будто бы Обновлений не было Ну естественно Топовый уровень Самой ратуши То есть Как и 12 5 улучшений Инферно Кстати да В новой ратуши Сидит инферно Вместо мега теслы 5 левелов Тут прокачано Ах ДР Масштаба Старый Знакомый Блин 12 Танхол Вышел Он его прокачал Вот В лед И Выходит 13 Опять таки Тупо Максы Сколько бабок У тебя масштаба Сколько у тебя Лишних бабок В жизни Ой Давайте зайдем Посмотрим Как выглядят Топовые Уровни Зданий Вот Те самые здания Дефа Которые я выставлял Вначале Вот там вот Справа Показывал Что их можно прокачать Вот они Вот они Новые пушки Кстати по моему В изначальном варианте Пушки были Немного другие Это такой вот Переработанный Немного Вариант пушек Ну В принципе Выглядит прикольно Но Такое ощущение Что это уже не Clash of Clans А какая-то пародия На Clash of Clans Какие-то кристаллические пушки Но тем не менее Вот такой вот дизайн В принципе Неплохо Башни Визарда Тоже выглядит достаточно Ну спорно Не каждому понравится Но мне в принципе норм Мне нравится Не знаю как вам Можете в комментах Отписать ПВОхи Ну ПВОхи Никогда не меняются Прям как война В лауте Да То есть ПВОшки Никогда не меняются Ведро В него засовываешь фейерверки Вот тебе и противовоздушная Оборона Так Марсиры вроде бы не кащаются Вот новые казармы Кстати Крайне забавный уровень казарм С этими Маленькими братишками Большого Йети Комочки там эти вот Под решеткой Прыгают Бегают Ну и кстати Не отходя от кассы Новый уровень шаров Про которых я говорил Невероятно эффективная штука Ну и выглядит Сильно То есть такое ощущение Что они прям светятся Изнутри Вот эта сила Их мощь Вылазит наружу Хотя наверняка Вот так вот именно Хотели разработчики Изобразить Типа мороз Как будто бы они морозные Ну может быть они И действительно Морозные Но в атаках Они задают Именно Жару То есть жарят Нереально Что у нас тут еще По новым левелам Хранилище 14 левела Вылетят вот таким вот Образом Темная хранилка Ну тоже От левела к левелу Особо не меняется Темная хранилка По сборщикам Разницы нет Ратуши Пятая Тоже не сильно От ратуши Первая отличается Видимо Большое отличие Именно когда вылазит Сама Инферно Арбалеты Тоже особо не изменились Адские башни Да Выглядят Иначе Крепость клана Завалена Просто золотом Золото девать Уже некуда Все прокачано До фула Ну и конечно же Новый забор Прокачать сейчас Весь забор Нельзя Доступно лишь Ограниченное количество Заборинок Но все уже тут Прокачано Ну и кстати Я особо так вот Не понял Видимо какая-то История любви Есть между Стефани И вот этим вот Масштаба Не знаю Кто они друг другу Но Тут кланчик Сейчас мы в него Еще так же зайдем Какие-то невероятные Вещи там происходят Ну и кстати Вот статуя дракона Когда-то ее Можно было купить За донат Выглядит она просто Офигетительно Еще и пламенем Пуляет У меня на основной базе Такой штуки Нет Выглядит просто Охренетительно Ну и кстати Новый уровень Электриков Сильно от третьего Не отличается Но можно вот По крыльям В принципе Распознать Разницу Выглядят они тоже Клево Но электрики На любом левеле Выглядят клево Лаборатория Чемпионка Скатаршоты Швырятели Ну и кстати Ребят А кто помнит Те золотые времена Когда с прокачкой героев Менялась моделька героев То есть помните Добавлялись там Корона Сначала там серебряная Потом золотая Менялись внешние герои Сейчас у нас скины В игре А раньше с прокачкой Каждые пять левелов Менялась немного И сама моделька Жаль что королевский чемпион Никак не меняется С прокачкой по уровням То есть надо ждать Именно скина Возможно даже В следующем пропуске Уже будет скин На нового королевского чемпиона Но это не точно Быть может кому-то Будет также еще интересно Деревня строителя У этого игрока Она тоже естественно Фуловая Но девятка вышла уже достаточно давно Тут мы особо не задержимся Фул забор Фул здание дефа Все-все-все Фул абсолютно Профиль также фул Ну и самое что Больше всего удивляет Это количество Кубков На деревне строителя То есть человек Абсолютно не играет На деревне строителя Но тем не менее Деревня строителя Фуловая Победа над противниками Всего 11 побед То есть тут человек Абсолютно не играет Но тем не менее Фуловую прокачку Имеет Ну и как я уже и говорил Заглянуть в клан Тут также достаточно забавно Какая-то цитатка Из паблика Про любовь Ну и вот они Бесконечные Ребят Аккаунты Стефани И масштаба Стефани И масштаба Не знаю Все ли тут аккаунты Фуловые Тринадцатки Какие-то Тринадцатки Точно есть Это вот Максимально тоже Хороший аккаунт Еще не совсем Фуловый Ну и остальные аккаунты Ребят Просто Только вышло обновление Только вышло обновление Посмотрите на прокачку Этих акков Я бы даже не успел На все аккаунты Зайти Успеть Не то чтобы их прокачать А тут на Аккаунты успевает человек И заходить И все до фула прокачивает Какой аккаунт Не глянь Тринадцатый уровень Ратуши И близится все уже К фуловому состоянию Ребят Может быть кто-то из вас Знает Что это вообще за монстр Что за игрок Откуда Что он делает вообще Почему он все качает До фула Просто какой-то Дикий человек Просто какая-то Фантастика Именно такие люди И приносят наверное Супер сел 99.9% Общего дохода От игры О Блин Бан Двенадцатый Танхол нашли А та тата Не тринадцатка Фуловая Да Видимо Именно эти игроки и спонсируют Clash of Clans Благодаря этому Clash of Clans все еще жив Именно эти игроки вливают бабос в игру Просто дикий человек Тег этого аккаунта, если что, будет в описании Можете сами зайти посмотреть, полистать Ну и также, если кто по тегу ленится, заходите искать Можно это сделать еще с помощью просто поиска, банального поиска То есть заходите в топы Во, кстати, не отходя от кассы, второй номер, Стефани Возможно, будет у вас не второй номер Может быть, кубки изменятся Ну вот, Стефани Фуловый, фуловый домик А нет, ребята, обманул мне фуловый Тут недокачан еще немножечко забор Вон еще казарма апается Но с большего фул С большего фул Можно там еще, наверное, в топах поискать И найти что-нибудь фуловенькое Но далеко ходить не надо Тег в описании По тегу можете нарыскать фул игрока на 13-й ратушке Ну и, кстати, в топах игроков Стефани Тут не одна, тут несколько аккаунтов засветилось Я не знаю, один этот человек успевает играть Не один, но, во всяком случае, это просто какая-то магия Просто невероятная магия То есть тут еще один аккаунт Тут еще один аккаунт И это просто топ игроки мира По количеству кубков Вот, кстати, абсолютно фуловый Профиль можно зайти тоже глянуть Ну и, как говорится, о вкусах Конечно, не спорят Но, тем не менее Как вам от 1 до 10 Новый дизайн нового уровня ратуши В Clash of Clans 13-й Танхол Вот это вот синий С голубым С каким-то там темным цветом Новое издание Дефа Новое хранилище Забор ТХ Вот суммарно, ребят Как вы бы оценили По дизайну новый уровень ратуши От 1 до 10 Просто напишите Мне, в принципе, нравится Я небольшой сторонник Таких вот цветов Я бы какую-нибудь Семерочку поставил Лично мне Ближе, конечно, дизайн Девятки Десятки Вот там черные Красные Оранжевые цвета Вот это вот ближе всего К моему сердцу Я хотел А 13-й ратуши Наверное, чего-то такого Все-таки 13-ое Нечасливое число Думал, это как-то Разработчики может Обыграют там Какая-нибудь кровавая ратуша Либо призрачная Знаете, типа Типа 13 чертовой дюжины Какой-нибудь пиратский корабль Будет стоять В гавани Здесь Может быть, как-то Это обыграет разработчики Но нет Не обыграли Поставили вместо ратуши Вот эту вот монгольскую шапку Действительно Чем-то монгольскую шапку Мне эта ратуша напоминает Ну и сделали ее В принципе Недалеко отходя От 12-ки Тоже в синих цветах Возможно Где-то на западе Это очень Нравится людям В среднем Это может быть Их любимые цвета Но тем не менее Ребята От 1 до 10 Либо от 0 до 10 Как хотите Но чтобы понятно было Как вам лично Этот дизайн Заходит Знаете Че, ребят Посидел я так Подумал На эту вот Фуловую 13-ку Посмотрел И решил Что второй этап Прокачки Я уже запишу Возможно Отдельным видосом Так что Если хотите увидеть Вторую часть прокачки 13-го Танхола То прожимайте лайкосы Если достаточно много Лайкосов Соберет это видео То я выпущу Вторую часть Перехода На 13-й ТХ Почему именно так? Ну потому что Во-первых Уже кучу времени Записывается Вот этот вот видос И не знаю сколько он Получится По хронометражу Не знаю сколько видос Будет после монтажа Но во всяком случае ЛВК заканчивается Через полтора дня Прибудут Дополнительные медальки Ну и не особо Хотелось бы Вот так вот бездарно Просто использовать руны Когда на балансе Есть уже в хранилищах Что-то Так можно будет Через 18 часов Немного подфармить Апнуть на третий левел Например Королевского чемпиона А там уже Прожать руну Возможно как-то Апнуть хранилище Прожать руну И вкачать С помощью той же самой Книги герой Еще один уровень Королеви лучниц Ну и возможно Как-то уже С помощью молотов Двинуться в сторону Прокачки крепости клана Возможно Также еще Качнуть что-то В лаборатории Но мне было бы Удобно сделать Это уже в следующем видосе Поэтому Возможно не особо внезапно Но все-таки Наступает часть видеоролика Где я напоминаю вам Прожимать лайки И подписываться на канал Это Финалочка Но в конце видеоролика Хотелось бы сказать Конечно же Спасибо ЧСВ Голдену Славе Это тот самый человек Который предоставил Аккаунт Фуловой 12-й ратуше Для перехода Так что если вы Смотрели видеоролик До этого момента А видеоролик был Просто капец Какой долгий Так что если вы Реально вот этот Легендарный человек Который досмотрел Видос до конца То пишите в комментарии Славосочетание Спасибо Слава Выразим таким вот образом Спасибо игроку Который аккаунт Предоставил для перехода Ну а с вами был Жи Спасибо большое вам за просмотр Увидимся возможно Во второй части перехода Но пока что Желаю вам удачи До встречи в новых видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok